Вам кастинг проходить не нужно будет, но нужно будет подъехать сегодня вечером ко мне. Окей, когда у тебя последний раз был секс? Не ты ли со своими школьными друзьями отливала из этой бутылки и выпивала? У тебя было что-то с Владом Коноплевым? У нас с ним... Смотрите, там очень интересно! Доброе утро, ребят! Меня зовут Вера Вольт, и я рада приветствовать вас на своем канале. Я знаю, что многие после шортс особенно просили и ждали какой-то длинный формат. Вот он! Это будет реалити-шоу, где я каждый раз бросаю себе вызов. Сегодня меня взяли на слабо. Мне сказали, что я не смогу 24 часа говорить правду. Я решила это попробовать. Я сейчас еще немного сонная, потому что у нас раннее утро, и мы с вами сейчас готовимся проживать вместе целый день. Но я обещаю, что будет очень интересно, и поэтому не выключайтесь. Будет очень здорово, если вы сразу лайкните это видео авансом. Ну, если вам что-то не понравится, вы всегда можете убрать, а мне будет очень приятно. Подписка, колокольчик, ну все, как говорят в длинных роликах. На мою жопу смотрят с обожанием. Для начала надо позавтракать. Каждое утро мне привозят специальный рацион от Сашеньки Новиковой, кстати. Это я говорю к тому, что он типа здоровый, и это прикольно. Что у меня сегодня на завтрак? Фу! Блин, каша! Честно говоря, я хотела какой-нибудь омлет с лососем. А нет, возможно, кстати, ничего такая каша. Красиво, кстати, выглядит. Ладно, кашу ставим лайк. На первое мероприятие мне стилист отложил вот такой образ. Думаю, может быть, его сразу и надеть. Потому что, по-моему... Алиса, сколько времени? 8 часов 33 минуты. Ну, дохера. Тогда пойду, пожалуй, одеться. Да, а возможно ли найти нормального мужика, если говорить только правду? Посмотрим. Ну, все. Файнал образ сегодня такой. У нас уже, кстати, приехало такси. Мы должны быть на площадке через 7 минут. И это просто миссия невыполнима. Здравствуйте. Доедем за 7 минут до Китай-города? Все, завезти поплатно. Мне сейчас прислали на отсмотр интервью, которое должно было выйти уже достаточно давно с Яриком Бабушкиным. Я не сразу получила роль Агаты. Почему я начала тусоваться? Мне кажется, что это семейное. Расскажи вообще, как тусуются панки. Давайте пить водку. Я никогда не сидела на героине. Ой, пиарщик звонит. Алло, дошель. Мы будем через... И вот тут мне капец захотелось соврать и сказать время меньше. На сегодняшний день, когда я говорю правду, поэтому я ответила... Мы будем через 20 минут. И что случилось у нас? И снова захотелось соврать. Ну, ладно. Я говорю сегодня как есть. Короче, у нас не включалась камера, объектив не подходил. Мы чуть из-за этого задержались дома на 12 минут, по-моему. И из-за этого на 12 минут мне делали дольше макияж. Как мне нравится, видишь, когда ты говоришь правду. А мне вот что-то не очень. Опоздали всего на 20 минут. Это нормально. Ну, нормально в смысле для Москвы. Так, ребят, знакомьтесь, это Даша, это мой пиар-агент и уже моя подруга. Вот так и работаем. Расскажи, пожалуйста, внятно, что мы сейчас будем делать. Сейчас мы пишемся для подкаста, который... Прям туда, говорит? Я не думаю, что это будет... Нормально. Ну, ты вот так вот. Всё, я просто к тебе поближе. Хорошо. Боже, как неловко потом это нарежьте, пожалуйста. Пишемся для подкаста, который создан фондом для помощи... А что ты мне это рассказываешь? Заново. Привет, меня зовут Вера Вольт. Я актриса и блогер. Подкаст «Монстры под кроватью» создается в поддержку подопечных фонда «Дом с маяком». Играть просто, прочитаем своим голосом. Так мне не надо было это учить? Ты наизусть училась. Ну, я пыталась, но не выучила. Вот в этом как-то тоже признаваться было некомфортно, но все отреагировали вообще нормально, и мы начали запись подкаста. Хм, угадала. У меня хорошее настроение. Я всегда угадываю имена. Это «Черный колдун Джина де Инсалонера». Джина де Инсалонера. Правильно? Да. Сука. Так. Еще раз. Смотри на меня, смотри, ты искал меня. Ну, это просто классно. Спасибо большое. Ну, мне часто, если честно, говорят люди после работы со мной, что они вот все боятся, что будет такой какой-то неудержимый поток. И в конце мне всегда говорят, Вера, ты очень большой профессионал. Ребят, кстати, мне будет очень приятно, если вы подпишитесь на мой канал и поставите лайк этому видео, потому что я планирую продолжать, и мне хочется получать от вас обратную связь. Надеюсь, что вам все нравится. Кто уже поставил пальцы, молодцы. Кто не поставил, ставьте прямо сейчас. А сейчас, коты, мы отправляемся на настоящее свидание. Я, конечно, нервничаю, потому что, ну, я не знаю, как отнесется парень к тому, что будут камеры. Может быть, он вообще уйдет, и мы не вставим это в выпуск. Ну, в общем, когда я села в машину, у меня зазвонил телефон. Алло. Алло. Да. В соцсетях, хорошими роликами. Мне очень также понравилась ваша игра в сериале «Кроли шут». Я бы хотел вам предложить одну из ведущих ролей. Сейчас готовится одна полнометраженная мелодрама. Хотел бы вам предложить роль. Вот это просто офигенно! Роль в кино! Вы сейчас это все видите! День пока просто супер! Вы могли бы написать это моему агенту какие-то подробности? Это вообще супер! Я бы хотел это обсудить лично с вами. Дело в том, что вам кастинг проходить не нужно будет, но нужно будет подъехать сегодня вечером ко мне. Это прикол какой-то? Нет. Ну, нет. А что у вас за продакшен? Я бы хотел это уточнить с вами лично, хотя бы познакомиться и поподробнее рассказать о себе. Вы, кстати, как относитесь к белому полусладкому? Никак не отношусь. А что у вас за продакшен? Продакшен я вам расскажу уже лично. Не расскажете, я не хочу встречаться лично. Это очень именитый продакшен в нашей стране, и по телефону такие вопросы не обсуждаются. Странно, странно. Да нет, в смысле я не верю, что так вообще кто-то может сделать. Может, это пранк? Вы напишите смсочкой, пожалуйста, куда, где вы хотите, во сколько? Да, хорошо. Сейчас вам напишу точно адрес. Да, спасибо. Могу, если надо, вызвать машину вам. Нет, я сама доеду. Угу. Все, до встречи. Поедем? Разоблачать. Контент. Ну, хрен знает, как это... Я бы вот, кстати, никогда за роль не переспала. И я, кстати, не помню, что бы мне предлагали. Знаешь, я вообще, когда в кино пришла работать, ну, не как актриса, у меня же там долгий был путь от помрежа до линейного продюсера. И я столкнулась вот с этим вот миром мужчин, который меня воспринимал сначала, ну, как такую, типа, легенькую девочку, дурочку. И это прям вот потребовалось отрастить себе какие-то яйца. Странно. Голос такой знакомый показался. И отвечаете, это пранк. Мне кажется, я знаю, что это голос. А зовут вас случайно не Валерий? Ее. Валер, ты че ебаный? Ты понимаешь, что я сначала реально поверила? Я реально охренела. Давай, скидывай смс-ку. Ты не знала, что это должно было быть? Нет, я не знала, что ты позвонишь. А ты... Это ты спланировал? Замечательно. Это очень известный продакшн. А, ну все, ладно. Спасибо друзьям, которые разбавляют этот день своими пранками. Знаю, что я говорю сегодня правду и снимаю видео на YouTube. Так что пока все идет довольно классно. Короче, ситуация в том, что мой кавалер опаздывает. Я пока заказала чаек. И я, если честно, начинаю переживать. Придет он вообще? Или не придет? Надо, наверное, ему написать сообщение. А, все, ОК, он пишет, что сейчас будет. И это первая правда на свидании. Ну, ладно. Я понимаюсь. Если вдруг возникнет такое желание... Короче, сорян, я прям очень-очень сильно забегался и... Слушай, вот это... Да, это как-то аксессуар странный тебе. Короче, смотри. Я сегодня говорю людям только правду. Вот я тебе поэтому, кстати, ответила нет, когда ты спросил про первое свидание. Потому что вообще я бы, возможно, сказала да, известно. Ну, про поцелуй, то есть можно вообще сразу не спрашивать на первом свидании. Если же обнимания нет, да? Нет. Реально не было. Ну, один раз, может, было. Больше не было. Или два. Короче, я сегодня говорю 24 часа правды. И есть еще такой тонкий моментик. Что эта петличка, она как бы пишет звук. И у меня сегодня здесь ребята, это вот оператор, он не будет сидеть с нами, он даже не слышит всего, что говорим мы, потому что... А, нет, он слышит, он в наушниках. Короче... А для чего? Ну, это, по сути, мой такой социальный эксперимент. Какая будет жизнь... А, меня промканули, то есть? Нет, 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 нет. Или у нас все-таки свидание, свидание? Нет, мы реально вот с тобой все встретились. Мы с тобой сидим. Просто параллельно с этим у меня сегодня день социального эксперимента. Будет ли жизнь классной, если ты будешь отвечать людям честно? Ну, я надеюсь, что тебя, короче, это не напряжет. Ну, если честно, я и так... Ну, давай, окей, окей. Можно ли тебя попросить тоже надеть петличку? Я понимаю, что это... Типа, обратной дороги нет, я правильно полагаю, поэтому куда? Ну, давай, профессионал, цепляй. Давай, может, познакомимся? Раз, раз, раз. Слышишь или кто там? Кто должен слышать? Ты что-то будешь кушать, меню попросить? Да... Давай посмотрим, как это пройдет. У тебя есть чай. Ну, это, конечно, красный флаг. Чай. Ну, мне с чаем нормально, но я бы поела. Ладно, потом закажем. Можешь про меня не задавать вопросы, пока у меня есть возможность самому задать. Вот парень... Ты так быстро втянулся в это... Мне стало очень интересно, просто у меня работа такая. А вот, ну вот, если парень зарабатывает меньше тебя, это окей или нет? Нет. Нет. Угу. Тогда давай медленно на счет три. Откроем банковское приложение. И посмотрим, насколько. Так, история. Получается... Пять секс, сорян. Алло. Ну да, да, да. Блин, ребята, это просто какой-то трэш, потому что я участвую, как будто бы в дикой авантюре. Я сейчас буду показывать свои доходы и расходы. Ну, зачисления, да, там есть вкладка зачисления. За сентябрь, да, получается? Так. Угу. Ну и у меня нет никакого челленджа, поэтому все идеально сходит. У меня абсолютно то же самое, да. Ладно. А жилищный вопрос, как у тебя жилищный вопрос? Если, ну, вот я пока просто еще с мамой живу. А вот и второй красный флаг. Если мы вдруг решим, типа, к тебе, если что, можно? Можно отвечать? Ну, типа, у тебя же есть. Я видел просто. Я смотрю периодически истории. Я видел, у тебя есть квартира. Ну, она не моя, я снимаю. Ммм. Ну, окей, я тут тоже снимаю. У матери комнат. Да. Ну, ничего, ничего. Нет, скоро, скоро, скоро съезжаю. Скоро съезжаю, поэтому это не проблема. Проблема, конечно, в банковском приложении. Но ее решаем. Она решаем. Потому что, ну, то есть, как там, мужчина-голова, женщина-шея. Тут можно повернуть, подтолкнуть. За каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Согласна? Да. Класс. Я обожаю этот вайп-интервью. К сожалению, видимо, к нам никто не подойдет. Да и ладно, я сейчас не буду ничего заказывать. Блин, и кружки второй у тебя нет, чай отпить. Ты очень веселый молодой человек. Ну, как видишь. И немного скринжовый. Окей, когда у тебя последний раз был секс? Ну, я думаю, мне пора. Ну, ты же обещала говорить правду весь день. Я просто, ты сама сказала, я могу задавать любой вопрос. Сама сказала. Я понял, что точно не сегодня. Месяц назад. Я была очень рада познакомиться. Ну, это, конечно, не обнимание. А после первого свидания обнимаешься на прощание? Ну, отлично, отлично. Кринжовый, но веселый. Это выигрышная комбинация, я считаю. Ну, ладно. Классного тебе дня. Ой, я можно заберу? Я даже петличку с этого не получу, блин. Вообще, какой абсолютный минус. Но, друзья, билеты на киш, если что, подкинешь. На князя. На князя. Хороший, да? Да где эти низкие цены-то? Слушай, Вера, так их тут нет. Они все на Яндекс.Маркете, их покрасили в зеленый, помнишь? Мы еще смотрели с тобой. Так что ты точно не пропустишь. Зеленые цены доступны при оплате карты Яндекс.Пэй, кстати. А, точно. Ну, тогда пойдем отсюда. Что мы тут делаем? Пойдем. Ну, вот сейчас я пришла домой. У меня есть буквально 30 минут до прямого эфира в Инстаграме. Я решила, раз я сегодня вся такая честная, то почему бы моим подписчикам тоже не позадавать мне всякие честные вопросы. И думаю, что эти 30 минут, особенно после такого свидания, я хочу отдохнуть, потому что, ну, конечно, это застало врасплох, я врать не буду. Ну, парень так быстро вошел во вкус. Да я, кстати, тоже, в принципе, вхожу во вкус этой игры, когда вопросы не слишком жесткие. Я, знаете, вообще люблю вот эти игры. Я никогда не, правда или действия. Ставьте лайк, если вы тоже любите такие игры. Люди делятся на два типа. А если вы не любите такие игры, пишите в комментарии, почему. Ой, я так рада вас всех видеть сегодня. Я, если честно, капец как нервничаю, потому что сегодня суперчестный прямой эфир, который не будет сохранен. У нас с вами будет сейчас 15 минут, чтобы вы мне задавали абсолютно, ну, типа любые вопросы. Вообще не думайте уместно, неуместно, я осознанно иду на этот эксперимент. Все вопросы вставлять не буду, но самые интересные вы увидите прямо сейчас. Первый вопрос. У тебя было что-то с Владом Коноплевым? Ребят, ну вы что, не видели нашу сцену в поезде? Ну, у нас с ним было только то, что вы видели в кадре. В реальной жизни я потрясающе дружу с его девушкой. И он мне тоже друг и товарищ, и коллега. Так что нет. У нас было только в кадре. Когда свадьба? Свадьбы не будет, потому что я не в отношениях. Но я хочу, чтобы моя свадьба была до 30 лет. Сейчас мне 27. Какие процедуры делаешь у косметолога? Подбородок я делаю. Ботокс ставлю. Но сейчас, по-моему, не видно. Вот, видите, не могу сохмуриться. А вот этот не встал. И еще витаминки колю. Вот, все. И чистки. Вилкой в глаз или... Ложечкой десерт? Я не знаю эту поговорку. Не надо вилкой в глаз. Ты хочешь еще играть какую-то роль? Да, хочу. Но у меня стала очень сильная в этом плане избирательность. То есть я на многие проекты даю отказа, которые мне присылают. Мне совершенно точно хочется продолжить Король и Шут, потому что это подарок вообще судьбы. И еще я хочу какую-то, знаете, сложную такую драматическую роль, типа Леди Макбет или какого-то такого антагониста. Вот мне хочется. У тебя было кекс? Ну, конечно. Мне 27 лет, ребят. У меня было много кекс. Как ты начинала продвигаться в блогерстве? Я не вложила ни копейки в свое продвижение. У меня никогда не было закупки рекламы. Просто контентом. У меня, наверное, сейчас с этим есть проблема, что я до сих пор не закупаю никакую рекламу. Потому что, мне кажется, если ты что-то делаешь классно, оно как-то априори начинает выстреливать. Вот просто что-то стало выстреливать. Но я много делала. Я делала прям очень много. И в какой-то момент оно сработало. А вначале вообще были просмотры, типа 100 просмотров, 200 просмотров. Я очень бесилась. Это было тяжело. Самый худший блогер? Я терпеть не могу инфо-цыган. Мне категорически не нравится Косенко. Вся жизнь один сплошной прогрев. Какой-то кринж нанимать людей, которые изображают твоих фанатов. Это было прямо сильно. Я вот просто категорически не люблю вот эту вот всю плеяду людей, которые нам что-то продают. Я на таких не подписана. У меня это вызывает самые негативные эмоции. То есть мне просто кажется, что там нет искренности. Вообще ноль. Короче, вы поняли мой ответ. Всех обнимаю. Влад очень хочет вам показать футболку Короля Шут. Ну, эфир прошел классно. Вопросов было просто дофига. Я рада. Че, теперь собираемся? Поехали. Фух, вот я и собралась, ребят. Как вам образ? Какой бы вы выбрали из всех этих трех образов, которые составил для меня наш стилист Максим? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Мне понравился этот, потому что он как бы, как мы решили с Максом, Сейн Лоран, но в других оттенках. А я пока буду вызывать такси. Ой. Так, это папа. Алло. Алло, Вер, привет. Привет. Как дела? Нормально? Смотрел тут сейчас твой какой-то подкаст странный. Это не подкаст, это прямой эфир был, папа. Ну, я не разбираюсь, прямой эфир, хорошо. Там ты говоришь, что ты сегодня целый день говоришь только правду, что ли? Да, я такой челлендж решила поставить и посмотреть, что из этого выйдет. И ни разу не соврала? Ну, пока нет. У меня были попытки, но я сама тут же исправлялась. Несколько раз хотелось набрать. О, ну, все, хорошо. Слушай, ну, давай, могу тебе вопросик задать. Вот отвечаю. Я сразу поняла, что он сейчас спросит. Помнишь, вот, был такой момент, когда мне было 50 лет, я праздновал, и у меня было два праздника. Один праздник был такой на работе, а второй был для моих уже музыкальных друзей, там, кукриницы, король и шут, там, то есть всякое такое вот. И я его устраивал в баре, там, у друга своего. И была у меня дома стояла такая бутылка пятилитровая виски, которую мне в свое время подарили. Я как раз думал ее вот с ними и распить. И вот взял я эту бутылку виски, притащил я в этот бар, там еще были, потом стали мы ее пить. И что-то, говорят, странно, какой-то слабый напиток. Что такое? Виски вроде нормальный, а напиток слабый. И парень, когда открывал, говорит, когда она, слушай, говорит, пупка была еще, как-то показалось мне, что странно, она как бы вроде и щелкнула, а вроде нет. Вот я тогда тебя спрашивал, не ты ли со своими школьными друзьями отливала из этой бутылки и выпивала? Потому что до сих пор я уверен, что это ты. Ну вот ответь-ка мне сейчас на вопросик. Ну что, время получать. Это я. Бинго, бинго. То есть 10 лет держать меня за дурака, да, то есть нормально. Ну ты же знал, что это я. Ну как я тебе могла сказать, что это мы выбухали всю эту бутылку виски? Ну ты знал, ты чувствовал. Блин, мне кажется, я сейчас покраснела. Чем мы разбавляли ее? Она того же цвета была. Чаем разбавляли? Кто такой умный там у вас был? Он меня только что похвалил? Я. Ну не ты же. Я, я. Ну, короче, из тебя 5-литровая бутылка виски Джек Денинс. Справедливо. Я как раз приезжаю скоро в Петербург. Все, пока. Давай, люблю папуль, пока. Ну вот я и призналась. Все тайное становится явным. Получается, мы выезжаем. Стартуем на Яндекс, а потом тусоваться на Молекулу. Сегодня нас ждет аж несколько пьес, которые будут читать под руководством разных режиссеров. Я, кстати, очень хотела Лену Кончаловскую посмотреть. Ну что, пойдемте посмотрим, как все здесь устроено. Здрасте. А почему все в черном? Дресс-код черный, а я в цвете Яндекса. Понимаете, так устроено мероприятие, что перед началом официальной программы все время такой какой-то small talk происходит. Можно по-нетворкаться, можно еще что-то. В основном все выпивают и ведут светские беседы. Ребята, привет. Можно вас отвлечь на секундочку? Это шоу, все правильно, да, реалити-шоу. Но на самом деле хотелось спросить, как вас зовут, чем вы занимаетесь и чего ожидаете от этого вечера, а еще сказать вам, что вы просто супер выглядите, вы как из немого кино. Это просто фантастика. Давайте начнем с вас. Как вас зовут? Здравствуйте. А где звук? А, вот. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Так, чем вы занимаетесь, Андрей? Я актер, режиссер, ну и типа блогер. Как быть? Вы же блогер тоже? Я же блогер. Актриса и блогер. Актриса-блогер. Я тоже актриса и блогерка. Лимонад. Да, спасибо. Ваше здоровье. Подписчики Веры. Подписывайтесь на Веру второй раз. Только аккуратнее, а то вы можете начать подписаться. Я апельсиновый пазллиний. Да, подписывайтесь тоже на меня на апельсиновый пазллиний, называется канал. Заходите, смотрите, там очень интересно. Мы поддерживаем женщин. Женщины могут ездить за рулем. И это огромный шаг. Следующий шаг мы позволим женщинам голосовать. Потом и танцевать. И танцевать, да. Но не забывайте рожать до 20 лет. А сейчас мы полапаем прямо на Яндексе. Ребята, вот мы и провели эксперимент, как реагирует женщина, когда к ней подходит. А я такая... Интересно, что даже мои друзья, узнав, что я сегодня говорю правду, начинали задавать мне вопросы. Улюблялась ли ты когда-нибудь с первого взгляда? Это было просто. Да. И это было дважды. И дважды это была больная любовь. И так я поняла, что с первого взгляда не ок влюбляться. Это в тебе поднимается какая-то травма, которая притягивается. Ты что, контролируешь свою влюбленность на первое, второе свидание на неделю, месяц после? Нет, я ничего не контролирую. Но очень пытаюсь, потому что я тревожная. Ну, если ты завтра влюбишься с первого взгляда, ты сразу будешь понимать, что это ненадолго? Да. Почему? Разве прошлый плохой опыт это гарантия 100%? Это очень интересный вопрос. Я всегда думала, что да. Но мы не знаем. Не, ну Катя, конечно, меня заставила задуматься. Тем более, что она в своего мужа с первого взгляда влюбилась. Мы сделали аудиоспектакли, и сейчас мы представляем кинотеатры художественные. И на самом деле... Это вау. Это правда вау, потому что еще 20 лет назад моя мама работала в такси, спустя 20 лет я работаю в такси. И у нас такая история поколений. И сегодня моя мама тоже здесь. И поэтому это для меня вдвойне, втройне, не знаю, и здесь есть волнение. Так что мы начинаем буквально через пару минут. Я надеюсь, что всем все понравится, все пройдет хорошо. Хорошо, вечер. Я очень рада с тобой поздно. Меня зовут Василий Моляр. Я художник, блогер, фэшн, инфлюенсер. Вот так вот. И просто прекрасный человек. Стараемся. Ты даже движение повторил. Это просто второй дубль. Да, я знаю. Мы готовы ко всяким случаям в жизни. Короче, ты советуешь мне выпить коктейль с малинкой. Главное перемешать все и не задумываться о последствиях. Попробуем. А духи-то как? Парфюм. А, да, кстати, очень классная парфюмерия. Очень понравилось. Главный герой вечера, пою Веры. Так, да, помимо меня. Это аромат Like Egyptian от Мини Роберто. Он посвящен Египту. Нанеси на ручку. Кстати, у меня ощущение, что я именно его и взяла, когда сама слушала. Именно его выбрала. А, Паташа, ты знаешь, у меня сегодня особенный день. Я сегодня говорю правду. Ну, говорю, вот все друзья меня сразу хотят о чем-то спросить. Почему просто так меня никто не спрашивает? Что бы ты хотела почувствовать в отношениях от мужчины больше всего? Я, кстати, вот верю в знаки. Если вы верите в знаки, то ставьте лайк под этим видео. В общем, мне показалось, что это очень любопытно, почему обе мои подруги стали спрашивать меня сегодня про любовь. Надеюсь, это к скорой любви. Я хочу быть принцессой. А что это значит для тебя? Раскрой это слово. Безопасность. И любовь. А еще? А у тебя мало? Да. Безопасность, любовь. Я хочу много смеяться. Безопасность, любовь. Классные шутки. Секс. Классный секс. Это тоже важно. Каждая принцесса классный секс. Ребята, сегодня был просто какой-то чумовой день. Я невероятно устала. И, наверное, надо поделиться своими впечатлениями от того, когда ты 24 часа говоришь только правду. Вы знаете, я не заметила каких-то сильных изменений. Ну, за исключением того, что людям сразу становится интересно спросить у тебя что-то такое, ну, грязненькое, суперличное. Но в этом даже был какой-то прикол. Я эксперимент полностью принимаю и не могу сказать, становится мир лучше или хуже от того, что ты говоришь все время правду. Наверное, мир всегда просто такой, каким мы его готовы воспринимать. Больше каких-то секретов нет. Это было интересно. Теперь хочется пойти просто спать. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Это первое видео. И я надеюсь, что вы поставили большой палец вверх, подписались на канал. И пусть это будет большое начало чего-то нового. Всем спокойной ночи. На мою жопу смотрят с обожанием.